Практическая психология Моя профессия называется организатор пространства Я помогаю людям создать или оптимизировать их системы хранения таким образом, чтобы порядок в них было поддерживать легко Беспорядок не возвращался совсем, либо носил ситуативный характер Вот знаете, до последнего времени я даже не знала, что это на профессиональной такой основе Но всегда, мне кажется, любая женщина в душе своей хочет навести раз и навсегда порядок в доме Это нормальное желание, естественно, абсолютно Давайте мы подумаем, для чего вообще людям порядок? Вот почему вы пришли вот в эту профессию для себя, да? Какие ваши личные были посылы, чтобы навести порядок? Вы же, наверное, начали с самой себя? Да, конечно, я начала с самой себя Я расскажу тогда немного про свою жизненную ситуацию Дело в том, что у меня трое маленьких детей, трое погодок, три дочки И когда мы приобретали жилье и планировали систему хранения, детей, в принципе, еще не было даже в проекте А потом как-то так все быстро-быстро закрутилось И я оказалась в такой ситуации, когда мой дом был совершенно не предназначен для того, чтобы в нем проживали пять человек Соответственно, беспорядок меня настиг Моя жизнь превратилась в бесконечный день сурка То есть это постоянное перекладывание вещей с места на место Бесконечное наведение порядка Соответственно, накопившееся раздражение Ну, какое-то непонимание, как выйти из этой ситуации И я начала изучать эту информацию Вообще, как поддерживать свой быт, как наводить порядок, как делать это эффективно Нашла информацию об организаторах пространства Заинтересовалась этой темой Начала делать первые шаги по организации своего дома В дальнейшем нашла тему про то, что люди занимаются этим профессионально Меня это очень заинтересовало Я пришла в профессиональное обучение И, естественно, мой первый объект Это был мой дом Свой собственный дом Ну, вот, то есть Результаты не остались довольны Да, да, да Мой результат – это дом полностью, как сказать Поменявший свои системы хранения То есть то, что раньше создавалось для двоих Теперь на той же площади эффективно работает на пятерых Хорошо Вот смотрите Женщина изо дня в день, как вы правильно сказали, решает вопрос Вроде и нужно активно жить социально В то же время, вот когда ты приходишь к себе домой У тебя и там тоже пространство должно быть Ну, тебя радовать Да, конечно Мы с вами с точки зрения психологии наблюдаем Что чаще всего женщина, находящаяся в неврозе Она начинает как раз прибирать дом То есть, да, это такие, знаете, невротические такие состояния Когда, например, женщина расстроена Переживает, думает о чем-то, да Ее это не отпускает Она начинает берет тряпку Начинает мать полы, протирать пыль, еще что-то Но вот мы сейчас с вами говорим Что, в принципе, не надо быть в неврозе Можно быть абсолютно адекватной здоровью женщины Для того, чтобы, да, у тебя в доме была чистота С чего следует начинать? Вот сейчас нас очень многие девушки будут слушать Да, и они, первый, наверное, вопрос С чего начать? Потому что вот сейчас, во время карантина Конечно же, очень многие разобрали И шкафы, там, да И, наконец-то, завалы на балконах Там тоже разобраны Но это вот такая ситуация, как бы, экстремальная была Да, конечно Ну, если вот вообще, да Начнем с самого-самого начала То есть с чего нужно начать Прежде всего, это Нужно попытаться Обратиться, скажем так К принципам рационального и осознанного потребления Это вот основа То есть в вашем доме никогда не будет порядка Если там излишки вещей Слишком большое накопление Так как, если ваши системы хранения То есть ваши шкафы какие-то Кухонный гарнитур Ну, разные там Антресоли Не соответствуют количеству вещей Вам не удастся добиться порядка Никогда То есть что значит принципы осознанного потребления Вы владеете и обладаете Тем количеством вещей Которые вы реально используете То есть если на примере кухни, да, мы говорим Вы оцениваете тот объем посуды Который нужен вам ежедневно Для того, чтобы обеспечивать свою жизнедеятельность Это, вероятно, там пара кастрюль А не 6, 7, 10, как это бывает часто Вероятно, это какая-то бытовая техника Которая включает в себя, ну, скажем так Комплекс функций, например, да Это не отдельно пароварка, мультиварка, что-то еще, да Например, а мультиварка с функцией пароварки и скороварки То есть вот такие вот вещи И таким образом вы, получается, сочетая в вещах Вот функционал, вы, ну, соответственно Логично экономите пространство для их хранения То есть вы сейчас предлагаете Каждый из нас, да, сесть и посмотреть Вообще, что у тебя есть в хозяйстве Да, конечно И посмотреть, чем, во-первых, ты не пользуешься уже очень давно Это однозначно должно быть Или отдано, или продано, или вынесено, да? Да, конечно, да А потом посмотреть, чего тебе не хватает И приобрести ту функциональность, которая тебе нужна Да, верно, это так И, конечно же, с точки зрения энергии Просто даже собственного, скажем, эстетического удовольствия Избавляемся от всего, что, ну, просто-напросто пришло в негодность То есть у нас часто очень в обиходе бывают тарелки, кружки со сколами Это нужно сразу же убирать Потому что, ну, во всех смыслах это несет определенный негатив Ну, приятно Кушайте, да, и пейте с тарелки, где есть трещины Ну, и, соответственно, да, это способствует развитию дальнейшего невроза Да, конечно Чего-то такого Дальше Одежда с катышками Одежда с дырками Залежи, колгот с затяжками, стрелками и всего остального Которые потом, ну, у кого-то разные просто идеи по этому поводу Кто-то пытается из них делать какие-то тряпочки, кто-то что-то еще Но по факту это так и остается лежать там, где лежит Нереализованным Нереализованным, да То есть вы оцениваете, вот ваша задача оценить реально количество и качество вещей Которые вы будете использовать И, внимание, еще один важный момент Получать от этого удовольствие Вам должно быть удобно Для меня вот это ключевой момент Потому что я хочу утром, проснувшись, да, одевать красивые тапочки Я пить хочу кофе из красивой чашки И мне все хочется, чтобы вокруг меня было красивым, да И если это не соответствует критерию «красиво» или «приятно мне», да То это вещи не должны вообще появиться в моем доме Да, это так И как раз вот эту вот философию продвигает в мир Мари Кондо, всемирно известный организатор пространства из Японии Которая написала книгу «Магическая уборка» Бестселлер Он разошелся миллионными тиражами Очень многих людей она сподвигла как раз к тому Чтобы они начали расхламлять свое пространство Организовывать порядок А как раз она говорит о том Что вещи должны вызывать у вас так называемые искры радости То есть вы от общения с вещью Должны получать исключительно положительные эмоции Ну жизнь, потому что такая штука, да Хочется окружить себя к чем-то прекрасным Хорошо Итак, процесс созерцания порядка Вот когда порядок был впервые, прямо осознанно наведен у вас в доме Первые мысли, которые были? Первые чувства, которые испытывали? Первые чувства я испытала просто, я нисколько не совру Это ощущение какого-то внутреннего праздника Праздник, восторг, ощущение какого-то свершившегося положительного изменения в моей жизни И как будто бы новый старт, новый толчок Потому что на самом деле, вот когда вы настраиваете систему хранения Так, чтобы она работала на вас, а не вы работали на нее Изо дня в день У вас появляется свободное время и силы для того, чтобы заниматься действительно важными вещами Я обычно на своих семинарах, которые я провожу с слушателями Привожу такой пример Если вы 20 минут в день, хотя бы 20 минут в день Тратите на поиски каких-то вещей для того, чтобы их использовать То в неделю это превращается в часы Которых вам, например, не хватает на занятия йогой Которые вы откладываете уже несколько лет То есть Обкрадываем тем самым саму себя, да? Да, да, да И получается, что когда вы приводите в свой дом В нормальную такую работающую систему У вас появляется это время Вы понимаете, что да, действительно Я сейчас могу почитать любимую книгу Я сейчас могу больше времени уделить своим детям Да, у нас только вот пандемия дала нам возможность Побольше пообщаться с детьми Да, в обычной жизни Мы на работе, дети в школе И вот как-то, либо в детском саду Это дает возможность меньше конфликтовать с близкими Да, на тему утренних сборов Мама, где мои носки там Или что-то еще То есть Соответственно, для вас это и снижение стресса какого-то Это снижение усталости И вот наоборот, это такой вот энергетический толчок Который может вас вообще вывести на абсолютно новый уровень Вы можете открыть в себе Ну, какие-то новые грани даже Вплоть до новых увлечений У меня был такой случай, когда Мы расхламили Ну, такой профессиональный термин Расхламили одну девушку Я бы тоже хотела так вот расхламить Да Расхламили одну девушку Причем мы начали с кухни Она очень серьезно после этого загорелась Она пошла дальше самостоятельно уже Потому что я даю в процессе работы все необходимые инструменты И она после этого написала Буквально через два месяца после того, как мы с ней работали Она написала мне такое сообщение Что, ты знаешь, я начала шить То есть человек Не находил времени, во-первых Для своей вот этой затеи Да У нее были какие-то отложенные деньги С какого-то подарка на день рождения Она приобрела себе швейную машину и начала шить То есть для меня это показатель Когда человек реально Открывает себя Да-да-да Вот эти изменения положительные Которые могут произойти просто Потому что налажена система А вот бывает такое в практике у вас Что, например, кто-то готов А домочадцы, ну или там члены семьи Они начинают внутренне сопротивляться всему этому Вообще, как к этому процессу подходить? Потому что я понимаю, что, может быть, многие сейчас женщины скажут Но я-то бы с удовольствием Выбросила огромный, как все говорят и шутят У каждого, наверное, есть пакет с пакетами Да В большинстве В 90% семей Мне кажется, в 99% По крайней мере, в моем окружении точно Вот Но есть Обязательно появится бабушка Или там муж Или там дети Которые опять принесут этот пакет в пакетах Начинать нужно постепенно Вот Опять же сделаю такую ссылку на Мариконда Она немножечко Скажем так Подходит к этому Ну, у нее там свои японские реалии Да, у нас здесь свои Да, менталитет Российские Менталитет и все остальное У нас была на территории страны война И это все несет определенные свои отголоски Тем более в душах старшего поколения Да, даже сейчас Да По пандемии Да Я думаю, что сейчас у каждого в семье Есть ящик с запасами продуктов питания Да Вот Ну, тут главное правильно организовать Пусть он будет Пусть он будет Да, да Главное, чтобы он был правильно организован Так вот Она говорит о том, что нужно делать все и сразу То есть Все члены семьи должны объединиться Скажем так В одну команду Да, для решения Вот этой вот задачи Вот этой задачи Но наша реальность показывает то, что как раз появляется Вот один такой человек, который говорит Давайте сделаем А вся остальная семья, как лебед, рак и щука Тянет в разные стороны Что я рекомендую в этом случае делать Пытайтесь начинать просто с тех Вещей, которые принадлежат только вам То есть Организуйте свои вещи Смотрите У вас в любом случае есть какие-то ящики, да Которые принадлежат исключительно вам Полки, вешалки Организуйте свои вещи на них Обычно, когда люди видят Как система хранения работает Начинает у одного человека Особенно мужья начинают замечать это у жен Начинаются потом такие вопросы Ой, вот это ты классно сделала Я так же хочу И какими-то маленькими поступательными шагами Получается Все это разобрать И все это привести к норме Да, конечно, это не шкаф за 10 часов Как бы в идеале нам хотелось Но в любом случае Маленькими шагами движения к цели Это тоже движение По крайней мере Хотя бы лежать вместе в одном направлении В одном направлении Ну и потом, да, революция Она всегда начинается с каких-то маленьких шагов Да, да, да Просто наши домочадцы об этом не подозревают Да Они еще пока даже не знают, какие у нас замыслы Хорошо Вот тоже интересный такой момент Когда, вот вы сейчас сказали За 10 часов один шкаф На самом деле Вот это то время, которое нужно, да Потратить, чтобы разобрать одну единицу Я привожу такой средний очень пример Потому что шкафы у всех разные То есть в среднем такой гардероб, скажем так Ну, длиной 3 метра и высотой 2,50 Там, да Ну, такой стандартный шкаф-купе Да, это приблизительно 10 часов Плюс-минус 2 часа В зависимости от того, как вы Ну, насколько быстро вы будете принимать решения По тем или иным вещам То есть очень большое время Обычно занимает процесс расхламления Потому что это все-таки расставание с вашими вещами Которым у вас, вероятно, есть определенные эмоциональные привязки Это не всем дается легко Здесь нужно где-то поговорить с собой Дать себе подышать в какой-то момент Может быть, попить чай Это такая тоже психотерапия, да? Да, это психотерапия, да, такая определенная То есть кому-то нужно Ну, бывает, через 2 часа Вот просто вот такие передышки делать Там, да Там, выйти подышать на балкон Там что-то еще То есть у каждого этот процесс идет очень индивидуально Вы как организатор пространства не подгоняете, да? Вы прямо чувствуете и говорите Да, хорошо, если вот сейчас тебе надо прожить С этим свитером там, да Какую-то эмоцию проживи Ни в коем случае нельзя подгонять Потому что никакое насилие, скажем так, с собой нельзя совершать в этих процессах И это вообще расхламление, это добровольная так-то история, да? Да, да, да Ну, конечно, случаются такие, скажем так, в нашей жизни разные истории Когда имеет место патологическое накопление Это вот как раз синдром такого Коробочкина, да? Короплюшкин, Коробочкин, да Да, вот это все То есть там это уже носит формат заболевания Оно уже прямо лечится психологами и психотерапевтами Но иногда бывает так, что близкие люди как раз страдают от этого вот синдрома, да? Вот от заболевшего И тогда приходится делать это как-то вот насильно Ну, скажем так, подгоняя, торопить человека Потому что... Иногда манипулируя Да Да, сколько можно? Шесть колес на подоконнике Ну, вот, да То есть каким-то образом И вот в таком случае, конечно, без специалистов редко удается обойтись Потому что если вы один на один общаетесь с заболевшим человеком То это, как правило, ни к чему, кроме как к каким-то скандалам, конфликтам не приводит То есть здесь нужна профессиональная именно работа Хорошо Вот давайте мы с вами попробуем сейчас представить, что... Да, кстати, есть какие-то правила Вот, например, шипишь из буквы И, да? В русском языке А у нас с вами, вот, когда мы занимаемся организацией пространства Есть какие-то правила, которые вот точно надо им следовать И тогда ты не нарушишь вот ту самую гармонию, тот самый порядок, который ты навел Можно их озвучить? Да, конечно Вот первый момент, я уже касалась его, это то, что мы должны использовать в быту только те вещи, которые приносят нам удовольствие И их должно быть определенное количество Второй момент, это количество вещей должно соответствовать вашим системам хранения Яркий очень пример Любая девушка мечтает о каком-то огромном гардеробе с большим количеством обуви, с большим количеством одежды Да, конечно, если у этой девушки есть гардеробная, например, от 8 и более квадратных метров То тогда вообще, пожалуйста, сколько угодно, дорогая, ты можешь развешивать, расставлять И там будет легко поддерживать порядок Но если у этой девушки двустворчатый шкаф Мы понимаем, что двустворчатый шкаф не может вместить в себя, например, 20 пар обуви Так, чтобы они там нормально стояли, да, и хранились И какое-то количество огромной одежды То есть это все равно какой-то более уже, ну, такое, скажем, аскетичный гардероб Возможно, какая-то капсульная его версия То есть вот какие-то такие вещи И, соответственно, вы должны понимать, что если у вас в кухне 4 квадратных метра Ну, никак вам не вместить в нее 8 предметов бытовой техники, например, и 24 кастрюли Что бы вы ни делали, нельзя впихнуть То есть это такая своего рода реальность жизни, да? И ты должна ее принять Да, это первое, да, вы принимаете Далее, если все-таки вы хотите на малой площади сделать, ну, скажем так Вместить в нее довольно много Вам нужно уходить как можно сильнее в вертикаль То есть вся ваша мебель должна быть выстроена до потолка И, соответственно, вы должны эффективно использовать антресольные полки Тогда для этого вам понадобятся какие-то стульчики, стремянки удобные, да? Чтобы вам было удобно этим пользоваться И чтобы, опять же, на антресольных полках не образовывался бардак А правильно я понимаю, что вот на антресольных полках должны лежать те вещи, с которыми ты пользуешься реже? Реже, да, реже, да То есть у нас есть правило вытянутой руки как раз, да Которое тоже нужно на нем, такую-такую галочку, серьезный знак восклицания поставить То есть вы подходите к своей мебели, вытягиваете руку И вот для вас вытянутая рука вверх и вытянутая рука вниз – это рабочая зона То есть там самые-таки ваши рабочие инструменты должны быть Это касается кухни, это касается мебели, это касается… ой, извиняюсь Это касается книг, это касается одежды, всего То есть вот правило вытянутой руки – это рабочая зона Все, что ниже, все, что выше – это уже менее удобно И там должны быть только, ну, те вещи, которые вы используете реже Или сезонные Либо сезонные, да, Вера Но я призываю к тому, чтобы антресоли у вас сработали То есть что это значит? На антресолях не нужно хранить обрезки обоев Не нужно хранить ни там, ни докрашенную краску Сейчас нас спрашивают, а где это нужно хранить? Нужно, получается, опять же, продумывать Если ты хочешь хранить эти вещи, они не должны быть в рабочем пространстве твоего дома В рабочей зоне То есть, да, это могут быть какие-то отведенные для этого специальные кладовки Либо ты можешь создать дома какой-то отдельный шкаф, в котором будет храниться вот именно это Но ни в коем случае не, например В перемешку все это Не в перемешку все это, да Почему должны работать антресоли? Как раз, например, в нашей ситуации с небольшими площадями, да, вот нашими жизненными Чтобы поддерживать порядок вот в рабочей зоне, да, видимой Мы должны своевременно сезонную одежду, например, сезонные вещи убирать на антресоли И, соответственно, доставать с антресоли то, для чего сейчас время И впускать их в рабочую зону Таким образом, ваша рабочая зона не будет переполнена Там не будет какого-то просто апокалипсиса За этим будет легко ухаживать, легко, ну, скажем так, складывать И ваша система хранения позволит, ну, скажем так, качественно поддерживать этот порядок Вот только шкафы, только кухня Или же в эту же зону у нас входит, в рабочие зоны входит туалет, ванная и детская комната? Абсолютно всё, туалет, ванная, детская комната При этом вы можете, знаете, даже рассматривать своё жильё С такой точки зрения, что храню там, где использую Особенно это касается, например, полотенец Очень часто хозяйки полотенца хранят где-то в шкафу, например, в спальне Но ведь мы не используем полотенца в спальне То есть, поэтому иногда логично, если ванная комната позволяет Организовать хранение полотенец именно там Да, то, что касается детской, там вообще такая очень... Вот давайте дошли мы до детской комнаты Вот для меня тоже это интересно Смотрите, для ребёнка, то, что для нас с вами порядок Да, для ребёнка это может быть совсем и непорядок И то, что для нас с вами хаос, да, для него это Мам, ну всё нормально, вот мне так и надо, мне так удобно Вот как вот здесь вы поступаете? Как вы здесь рекомендуете обустраивать пространство? Здесь всё зависит от возраста вашего ребёнка То есть, вот, например, сейчас мои три барышни вросли, скажем так Вросли наконец-то в такой возраст, когда мы... Они действительно понимают, что да, вот так аккуратно хранить вещь Вот здесь она, если она лежит, я здесь её легко нахожу Но всё равно у них такое сейчас, скажем так, витринное хранение преобладает Они очень любят расставлять все свои маленькие штучки там какие-то невероятные Чтобы любоваться Да, чтобы любоваться, но это очень сильно усиливает визуальный шум Поэтому я как мама, понимая это, получается, сглаживаю этот визуальный шум какими-то другими моментами То есть, например, я поменяла мебель на однотонную То есть полностью белая мебель, которая убирает часть визуального шума Ну, естественно, там, не касается мягкой мебели, но вот корпусная мебель, да Это первый момент Второй момент Всегда, особенно для девочек, можно организовывать какие-то коробочки, да И вообще ребёнку очень легко объяснять и вообще показывать то, что вот у каждой игрушки есть свой домик Играть вот в эти домики, показывать, где у игрушки домик Вот такая-то категория игрушек, например, машинки живут вот в таком-то домике И мы их отправляем в этот домик каждый вечер, например, да Утром достаем, и мы не удивляемся, а почему... Когда ушёл из дома А почему с машинками куклы, да? Ну, это тоже бывает У детей это абсолютно нормально Вот такая вот перемешка, она периодически образовывается Но это легко потом просто привести снова в систему Когда система есть, её легко поддерживать Потому что в любом случае есть правила, да И когда ребёнку эти правила понятны Ну, в общем-то, они вообще без труда это всё могут поддерживать Детям вот особенно в 5-6-7 лет бывает интересно учиться методам вертикального складывания Это вот одежда компактно складывать так, чтобы она хранилась вертикально Мало того, это ещё и развивает моторику великолепно, да Системное мышление появляется, да Потому что мы это всё сделаем в системе, да Да, да, да И это же можно сделать, подать как игру Это можно подать как игру, и это очень интересно И если у вас не один ребёнок, а два или три, то и больше То это можно... Тут ещё соревнования Соревнования, да Кто быстрее, а кто ловчик, кто аккуратнее Да, 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 да И это там можно засекать секундмером В общем, я со своими очень... Что только не делали Да, методы И, в общем, я понимаю, что есть такие... У каждой семьи в любом случае будут образовываться какие-то свои фишечки появляться Да, как можно приводить систему в порядок Единственное, что... Я на что хочу заострить внимание Главное правило детской — это ребёнку должно быть удобно То есть ваша детская должна быть настроена под рост ребёнка Вытянутой РК, не ваша А вашего ребёнка То есть, выдумайся, что книги... У меня был такой опыт тоже, я делюсь им, да Книги в детской были организованы на уровне... Ваших глаз, да? Да, ну, приблизительно метр пятьдесят Ребёнок к тому времени, рост ребёнка был 110 Не видит Во-первых, не видит Во-вторых, даже если ребёнок хочет посмотреть эту книгу Что он делает? Он ставит стул, достаёт эту книгу И пока ему интересно, он эту книгу разглядывает Она ему интересна, ему всё нравится, всё хорошо Но потом интерес пропадает А так как интерес к вещи пропал, всё, какая мотивация, да? То есть он кладёт её там, где может Зачем ему снова вставать на стул и возвращать её на место? Это же трудно Поэтому он так не делает Соответственно, книги постоянно лежали где-то у кровати Большой-большой стопкой Когда книги были перемещены на уровень приблизительно вот вытянутой руки ребёнка Где-то в районе талии мы разместили вот на полке книги Книги начали как бы быть в порядке То есть она и достаёт, и тут же сама складывается Потому что для неё это, в общем-то, легко и просто Да, и поэтому вот сейчас, когда, например, мы что-то меняем дома Вот я у себя со своими детьми меняю систему хранения Я говорю, подойди, пожалуйста, и посмотри Тебе удобно будет это отсюда брать вот именно так? А удобно ли будет сюда это вернуть? И они мне подтверждают Да, мам, мне вот так удобно И да, это будет возвращаться на своё место Как здорово, когда можно с детства приучить таким элементарным правилам И потом уже девочка или мальчик, да? Не тратит большую часть своей жизни на то, чтобы научиться Наводить порядок в своём собственном потом пространстве Бывают ли такие моменты, когда, например, вы предлагаете Это в семье, да? Или, например, даже когда среди клиентов У человека внутреннее сопротивление, он привык, что это там находится И он не собирается менять места своим, например, любимым вещам Что здесь в таких случаях? Хотя вы понимаете чётко, что это не логично Ну, в таких случаях, во-первых, да, мы пытаемся понять всегда мотив А почему так? А почему так удобно? Почему это внутреннее сопротивление включается? Да Дальше, если, например, у меня есть возможность От версии идей, да, как это можно организовать так, чтобы было как удобно Я ни в коем случае не буду ломать человека и говорить Нет, ты жил неправильно до этого момента А пришла я и сделала правильно Ни в коем случае Мы отталкиваемся всегда от того, как вы передвигаетесь по квартире Иногда даже изучаем алгоритм движения после вашего пробуждения Куда вы идёте, что вы делаете, в какой момент вы берёте, откуда, какие-то нужные вам вещи, да Нередко, например, для девушек мы отдельное хранение косметики организовываем Не там, где у неё туалетный столик, например, да, за которым она привыкла А там, где она действительно Да, а там, где она действительно это делает на самом деле И вот даже такие вот нюансы, они тонкие, мелкие, но они на самом деле меняют качество жизни человека Они снимают вот это какое-то напряжение, которое было таким неосознанным даже в какой-то момент И всё время фонило, фонило и напрягало Да, 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 и всё, и вот эта вся система начинает работать Человек расслабляется, становится счастлив, и он понимает, что да, действительно, оказывается Это нужно было в какое-то место поставить маленькую дополнительную корзиночку В которую сложить там необходимые мне моменты, да, вещи И всё И по-другому разворачивается жизнь И играет разными красками Да, да, да Ну что, мы сегодня раскрывали тему, как навести порядок в доме И мне кажется, об этом можно говорить бесконечно Да Это очень интересно и увлекательно И я думаю, что мы с вами ещё не раз встретимся И раскроем все секреты и тайны С удовольствием поделюсь Спасибо большое Сегодня у меня в гостях была Анастасия Долгих Организатор пространства и мама троих детей Ещё вам любви, счастья и крепкого здоровья желаем Спасибо большое Это была программа «Практическая психология» Всем удачи! Практическая психология